вот и смотрите вот как раз она вот это вот ранней зрелости 20-25 лет вот тут значимые люди здесь уже супруг супруга или смотрите сексуальные партнеры это делать записали потому что лекции что они только в христианских кругов мой среди студентов неверующих для них это значимые люди сексуальные партнеры и вот если живут так называемых гражданских браках вот постоянных этих абортах да вот этой вот но в полнейшем будем так быть хаосе относительно близких отношений тогда получается люди сознательно выбрали для себя неблизкие отношения что изоляция вроде бы телом-то их пользуются но они изолированы лично сна других людей это личностная изоляция и в результате собственно исключительность либо который может быть двоякой либо я не счастлива я никто я не что я не представляю либо исключительность другую что я супермен я супер герл я совсем переспала и то и другое гордыня только разные стороны одной медали и то и другое собственная исключительность и вот качать в изоляции в такой собственно исключительно что никто не понимает вообще он выше всех это несчастный человек а мне правильно я понимаю что допустим когда девушка или женщина она хвалится большим количеством своих партнеров она просто прикрывает всю свою несостоятельность конечно об этом мы говорим то есть вот это вот исключительно вот прикрылась она закрыла свою себя изоляцию это все что у нее творится в жизни она просто этим прикрывает да а она на самом деле в изоляции ей страшно одной но ничего сделать уже не может вот мы вчера говорили о том что возникает вот эта аддикция от количества партнеров и тут надо действительно сделать вот волевое усилие все я отказываюсь от изоляции я выбираю близкие отношения и начинать строить отношения чистые и честные и тогда сформируется способность к любви и потом уже можно будет работать надо идентичность свою ну и дальше опять пошагово идем вверх то есть нельзя вот так вот сразу говорит так верь в богу тебя все будет в порядке не прыгнешь ты наверх этого не правомочно понимаете да можно вот здесь принять бога но для того чтобы он начал работать в жизни вот реально нужно людям помочь что вот отсюда вера перешла спустил сюда и вообще на всю сущность человека это не происходит сразу в один день но все вы понимаете это процесс а что значит процесс процесса в исполнении вот всех тех будем как недочетов нашей личности вытеснение святостью греховности нашей это все постепенно она все вот оно идет почему нам это нравится эта таблица почему приводить уже не сразу видели найти такой вот вот библейский принцип ввезенный в таблицу и как вы знаете вот как по ней очень легко работать с людьми ну в каком смысле легче результат как бы видишь чтобы что делать дальше дальше в чем помочь человеку дальше как помочь вот прям вот по этой таблице следующий возраст средний возраст или зрелость конечно тоже подразделяется на большое количество временных промежутков есть и кризис 30 лет и принятие решения в лет когда придет идет переосмысление какой-то жизни и жизненного опыта и в 50 лет есть кризис определенный но значимые люди здесь всегда одни и те же люди которые тебя окружают твои коллеги по работе твои соседи твои родственники твои друзья значит мы люди всегда одни и те же и выбор всегда стоит один и тот же перед тобой вот в этом жизненном в этом жизненном возрасте от 25 до 65 то есть либо ты выбираешь быть производителем быть полезным членам общества независимо ни от чего независимо от того где ты оказался в этот период где ты живешь в процветающей америке в пятиэтажном особняке или по какой-то причине так оказался в россии в деревне или не в деревне еще может быть в гулаге где-то ты скажем читая вот эти воспоминания наших братьев сестер которые оказывались то время вот в таких местах особенно этим очень вам советуем приобрести книгу виктор франкл называется так даже если скажи жизни да эта книга обобрать в обычных книжных магазинах ищите на полках по психологии то австрийский врач психолог он до войны начал разрабатывать такую психологическую теорию о том что смысл человек живет для того чтобы определиться со смыслом и если у него появляется какой-то смысл он является жизненной суки и смысла нет он погибает и знаете и интересно что он нигде не говорит о том верующие на ли нет но вот читая его книги знаете вот наш человек вот наш человек христианин он еврей и во время войны у его сразу посадили в гулаг но ему предложили было в концлагере то есть ему предлагали в сша выехать и в англию там он был уже известный ученый у него была очень большая практика но так как у него родители не могли ехать они были очень старик а пригласили только его а приглашать только его он говорит нет я остановлюсь с родителями и как только вот гитлер начал вот эти концлагеря насаживать его сразу в концлагере и он прошел через вот этот от концлагеря и он доносе вся его книга именно о том что вот все зависит не от условий где человек оказывается от того выбора как иран ты можешь остаться человеком и там ты можешь остаться божьим творением потрясающих не воздать я считаю вот эта книга которая должна быть вообще настольный вот вообще любого человека который особенно работает по душу попечительства совершенно потрясающе если ты выбираешь для себя полезность и производительность тогда у тебя будет забота и милосердие людях ты будешь видеть в людях нужду ты будешь их понимать ты сможешь их им помочь просто напросто но если ты выбираешь для себя застой и поглощенность собой а вот виктор франков как раз об этом и описывает что были такие люди причем даже среди заключенных свою исключительность вот это вот они а среди нацистов среди офицеров сс были те кто проявлял заботу и милосердие то есть он как раз говорит даже не от ранга человека который он занимается самого человека зависит что он выбирает своей жизни сейчас совершенно потрясающих и вот если ты выбираешь застой и поглощенность собой тогда у тебя будет отверженность вы знаете вот мы вот этот вот будем так перелом так вот в этой зрелости вот в этой фазе бежит она была уже за 30 это больше 35 на уже было вот в этом возрасте где-то между 30 40 знаете я думаю что это то что многие из нас либо переживают либо пережили я думаю что это важно никто не проходит когда наступает разочарование в церкви в людях вообще знаете вот казалось бы вот разочаровался в обществе пришел в церковь ну вот оно святое и видишь что люди не те тут еще больше в ноль творит да тут еще вот это вот какой-то вот люди пригрывают свою нечестность свою грязь красивыми словами и узнать это было такое разочарование и было такое вот желание бросить все уйти прекратить вообще плюнуть на все особенно когда на нас полизия у нас полетели камни все больше больше для огромной булыжники и летят вот именно от этих людей которые такие нечестные нечистые знаете вот захотелось хлопнуть дверью громко так и уйти и вот именно в тот момент господь послал правого проповедника который сказал наш в новом ковчеге у него была проповедь новым ковчеге но вы все помните да что там он строил строил сто лет вот он туда привел всех каждой твари по паре и тут двери закрыл и пошел дождь пошло вот это вот наводнение все вся земля покрыта водой и он в этом ковчеге плавает и этот вот проповедник задать вопрос в аудитории говорит брать и сестры что там было в ковчеге вот что было в ковчеге ну давайте отвечать на навоз еще животное еще темнота еще вот в той аудитории никто не на не назвал это слово он была не просто запах там было вон он будет брать сестры там было каждой тварь и помоле как они воняли я один раз на слона залез думал ну посижу пять минут там интересно же за эти за уши подержаться мы куртку мою выбросили тоже не я на химчистке не берут знаете это оказывается такое вонючее животное они конечно чистили скоблили там ну грибами ну бесполезно те у кого животные знают что бесполезно выскоблить всего и вот этот проповедник говорит вот представляете здесь вон а там солнышко светит там свежий воздух дождик уже кончился свежий воздух но здесь жизнь а там смерть и поэтому перед вами брать сестры перед каждым выбор либо быть здесь там где живут и чистить сначала себя потому что мы все здесь сидящие мы все воняем воняем не столько физически сколько и духовно и душевно все воняем и все грешные и перед каждым стоит выбор либо чистить себя и вокруг себя либо выпрыгивать из ковчега вон там смерть зато свежий воздух так что выбирайте вот вот та проповедь для нас стало знаете переломный и вот именно в тот день вообще у нас было смешно вот покаяние такое я имею ввиду покаяние в том что вот мы будем так говорить хотели хлопнуть дверью до прыгнуть в эту смерть и мы вот тогда у себя были такие у нас служители которые говорили вы знаете ну как то вот вы слишком откровенно все говорите как-то вот вы слишком уж открыто все это говорите нам это не нравится может вы уйдете в другую церковь мы вам нет это наша церковь и мы ее будем менять к лучшему и мы ее будем чистить до самого конца единственное что нас может отсюда увести за этой церкви точнее две вещи это смерть и если вы нас выглядите но выгнать нас нужно найти вескую причину чтобы пока вы нас сами не выгоните и выпьете мы отсюда не уйдем и будем ее чистить вот чистить себя чистить вокруг себя и показывать вам как это делается вот тогда для нас действительно в жизни наступил перелом и мы выбрали несмотря ни на что несмотря ни на какие обстоятельства мы будем производительными полезными если нас бог поставил на это служение нелегкое служение да она очень нелегко мы будем делать опять же смысл не вот если нет еще бога нет еще да ну и мы рады что как-то наоборот вот все как-то дверь открывается вот слава богу причем не дверь открывается двери я так понимаю бог давно нам открыл куда нам нужно идти нам просто нужно видеть эти открытые двери и идти в них приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению евангелия и расширению библейского образования от нас зависит будет ли христианское образование доступно поддержите наш проект молитвой и финансами о чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте 3wtv семинаре точка ком ну еще относительно вот этого возраста да интересно однажды однако фирма ну фирма который занимается набором людей и оценки их опыта навыков пригодности к данной виду деятельности им было поручено исследовать апостолов то есть подали резюме на каждого из после сказали пригодны они вообще к апостольской деятельности или нет ну то есть так узнать опыт решили такой поставить такой такой комиссии и так подобная комиссия по исследованию профессиональной пригодности апостолов выдала следующие результаты мы константируем что большинство из определяемых кандидатур исходя из предыдущего рода деятельности образования и профессиональных задатков совершенно не отвечают требования требованиям необходимыми в деле начинаемых иисусом христом петр симон эмоционален не уравновешен темпераменте андрей полное отсутствие лидерских качеств братья иаков и а цены заведеевой ставят личные интересы выше интересов коллектива фома излишняя склонность подвергать все сомнению ведущие к зыбкости личных убеждений матфей числится в списке несостоятельных должников иерусалимского комитета по предпринимательству но он же там деньги не сдал их куда положено иаков сын алфеев и фаддей определенная склонность к излишней радикальности зарегистрировано критическое количество баллов в тесте на маниакально-депрессивный психоз исходя из всего выше изложенного мы предлагаем вам продолжить поиски других кандидатур с большим управленческим опытом и подтвержденными на практике способностями мы рекомендуем вам из всех предложенных вами кандидатур только одного из испытуемых иуда искариота так как он находчив способен умеет наладить связи отличается деловым мышлением вращается во влиятельных кругах имеет четкие личные мотивации целеустремлен и сведущий финансовых вопросах что было бы если бы иисус христос выбирал себе учеников исходя только лишь от из их таких внешней атрибутики и профессиональных качеств пригодности да то есть какой их опыт есть у этих рыбаков он видел в них потенциал какой выбор эти люди сделали хорошо смотрит на сердце и на тот выбор который не делал то он знал что если сделал этот выбор и люди начали если человек делает правильный выбор у него все сформируется правильное в жизни не знаю но вот пока только апостолов проанализировали и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok